Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о новой книге Александра Семеновича Кушнера. Это современный классик. Это тот поэт, который творит одновременно с нами, значит, вот сегодня, прямо в эти годы, но при этом является участником сразу нескольких поэтических поколений, и о Кушнере можно говорить очень долго. Это поэт один из самых преданных одной взятой когда-то ноте, значит, это поэт, у которого очень монолитное творчество. Совершенно не согласен с тем, что Кушнер у нас рифмуется со Скушнер. Я не знаю, кто первый пустил эту шутку, но народ, понимаете, подхватывает такие вещи. Под народом я подразумеваю, разумеется, молодую пишущую и критикующую братью. И начинает бравировать. Это, в общем, несколько глупо смотрятся такие лошадиные игры, потому что, жеребячие игры, потому что на самом деле, конечно, на горизонте поэзии не так много вершин. Чтобы их пересчитать, ну, пальцев на руках чуть-чуть не хватит, я думаю. Но, в принципе, Кушнер это одна из таких вершинных вещей в русской поэзии. И воля ваша мне совершенно не надоедает читать стихи, написанные именно о том, что когда-то стала темой его творчества основной, и написанные именно так, как я хотел бы эту тему видеть, раскрытой в стихах. Ну, я сейчас не буду говорить ни о предметной вечности, потому что все помнят великолепные совершенно стихотворения Кушнера, посвященные какому-то одному предмету. То есть, вся овеществленная память человеческой души воплотилась в этих строках. Я не буду сейчас говорить о теме дома и теме хрупкого уюта, да, и если спишь на чистой простыне, вот это вот стихотворение. Значит, я не буду говорить о теме прорыва в этот уютный дом, в этот родной для всех, кто жил у порога Растрелли и Росси. Значит, опять же, цитируя Кушнера, в этот родной Петербург, да, пойдем же вдоль мойки, вдоль мойки. Мне кажется, что прорыв этот, допустим, в стихотворении, набирая номер, попасть неожиданно в ад, не туда попали, вам сдержанно говорят, как это не туда, изумляешься, а куда, а в ответ тишина, и вдруг понимаешь, беда, беда, трубку, трубку, клади на рычаг, скорее, скорее, голос твой там записан теперь до скончания дней. Немножко не точно цитирую, вот, но вот этот вот прорыв инферно какой-то, он постоянно случается в стихах Кушнера, даже в самых, я бы сказал, благополучных на первый взгляд. Я уже не говорю о стихах, которые изначально трагедийные, да, о землетосении, например, знаменитое стихотворение, да, «Хоть на день, на два заткнитесь все», этот крик, которым является последняя строчка, он же вырывается и у нас с вами вместе с поэтом, да, с лидическим героем. Я уже не говорю о стихотворении, когда тот польский педагог. Ну, в общем, ладно, вернемся от стихов Кушнера, написанных 60-е, 70-е, 80-е, страсть подумать, как давно, если так уж говорить, в наши дни. Что же представляет собой новая книга Александра Семеновича? Это над обрывом, это тематический сборник. Здесь очень много стихов с темой финала, с темой завершения, с темой бесконечного ожидания собственной участи. Но это совершенно нетомительная тема, потому что поэт, на удивление, живо осматривается по сторонам, где бы он ни находился. Он достаточно много попутешествовал. Он упоминает здесь и Египет, и Рим, и Кипр. Он многое повидал, есть об этом стихотворение. И это огромное счастье, потому что, разумеется, в советское время и есть абсолютно продирающее до костей стихотворение об Италии, Кушнеровской, именно тех годов. Он был невыездной и, собственно говоря, все это мог только вообразить. И когда все это воочию предстало перед поэтом, это стало действительно материалом для стихотворений в очень сложном таком ключе. И боюсь, что будущим поколениям потребуется тщательное комментирование, чтобы понять, что это за чувство такое, когда тебя полжизни держали в заперти, считали таким недочеловеком, который нельзя выпускать за пределы нашей счастливой Родины, потому что почему-то люди, оказавшиеся за пределами нашей счастливой Родины, частенечко назад-то не возвращались. Родина, видимо, настолько была прекрасна, что не все почему-то хотели в ней жить. Как странно, да? Я боюсь, что дети наши уже не поймут этой коллизии. И когда, наконец, железный занавес рухнул, когда можно было просто съездить, посмотреть на эти древнеримские руины, когда ученые всю жизнь, изучавшие иероглифы майя, под конец своей жизни получили, наконец, возможность съездить в Латинскую Америку, слетать в Латинскую Америку, увидеть эти пирамиды своими глазами, и трясущимися руками, значит, гладили эти каменные барельефы, это уже из биографии другого деятеля, понимая, что вот, наконец, они видят то, что 40 лет до этого они изучали и очень успешно изучали. Вот то же самое над обрывом. Здесь много таких стихов, которые, вот, по-прежнему свежий взгляд поэта, по-прежнему очень живое воображение. Есть очень неожиданные стихи. Есть, например, стихотворение, посвященное власти. Власти как феномену, власти как природе того, что происходит в данный момент здесь и сейчас в государстве. И это очень парадоксальная мысль, которую я совершенно не готов разделить. И которую, вот стихотворение, о котором я сейчас только что говорил. Я Кушнер Александр, я видел Вечный Рим, я видел Самарканд с Лазурной, с Бухарою, как если б море там, не знаю, с Нила-Сим, я видел Пятигорск с Дуэльной горою, Толедо и Мадрид, Женеву и Париж и так далее. Значит, это именно вот такое подведение итогов внезапно поюневшего путешественника, потому что ничто так не освежает и не молодит, как путешествие. И вот стихотворение неожиданное о власти, о ее природе. И как поэт не готов отказаться, он слит воедино собственными стихами, так и те, те вот эти вот монстрики, которые там, они слиты воедино. И даже не потому, что это смертельно опасно отказаться от этой власти, а загрызут немедленно конкуренты, а потому что это в природе самой власти. Это очень неожиданный вывод, и для Кушнера совершенно неожиданное стихотворение. Здесь есть много точных и горьких замечаний о человеке в целом. Вот это вот, мемуарист не все расскажет, и заманив бывую тему, легко забудет и замажет то, что невыгодно ему. Не первый раз про мемуары пишу и думаю о том, какие это злые чары с набитым вымыслами ртом. Вот этот вот набитый вымыслами рот, это действительно, ну, очень точно сказано. Это действительно взгляд на тех, кто вот-вот и будет писать тебе мемуары. Собственно говоря, возраст располагает к этому, но мы не чувствуем никакой старческой усталости от жизни, ни малейшего брюзжания. Это по-прежнему то самое приятие, та самая энергия приятия окружающего мира, которая рождается только от глубочайшей страшной трагедии, когда человек прозревает. И будет ли это поэтическое переосмысление этой трагедии, или религиозное, неважно. Либо от жизни действительно сложившейся, когда человек может потрогать руками, я не знаю, как можно стихи потрогать руками, но, наверное, в виде книг, потому что, например, на клапане обложки мы видим короткий перечень. Некоторые книги Александра Кушна и сборники. По-моему, исследователь насчитал 22, что ли, книги. 22 книги стихов, вы вдумайтесь. Это не просто поэтическое долголетие, это величайшие достижения поэзии, потому что каждая из этих книг – это реально книга стихов. Разумеется, не собрание, написанное за последние пару лет, а отдельный жанр – композиционно и сюжетно, и смыслово выстроенный. То, о чем сам Кушнер писал, потому что он очень любил именно это свойство своих книг, и у него действительно это получалось. Его, не знаю, и таврический сад, и приметы, самые ранние даже книги уже показывали, что человек умеет выстраивать собственный лирический опыт, отлитый стихотворение в такую замечательную, нестандартную форму. Вот что такое новая книга стихов Кушнера. И я считаю, что, в принципе, нам повезло, нам повезло очень сильно, что мы можем слушать, как поэт откликается на вот это наше время. Переломное, переходное, назови его как угодно. Но это действительно не взгляд назад, не воспоминание о прошлом, не брюзжание старческое, а не собственный автомемуар в стихотворной форме. Ни в коем случае. Это действительно очень свежий, очень такой любознательный взгляд, я бы сказал, если бы этот эпитет был применим к данным стихам. И много неожиданных тем, и много неожиданных выпадов, которых совершенно не ждешь от устойчивого впечатления. Оно уже есть, конечно, устойчивое впечатление стихов Кушнера. Совершенно не ждешь этих невероятно колких мест. Читайте, наслаждайтесь. Александр Кушнер, «Над обрывом», книга 2018 года. Это действительно только что вышедшая вещь, издаст в это время поэтической библиотеки. И это действительно потрясающе, что поэтический маршрут такой, не просто длины, а такого содержания, столь важный для русской поэзии, поэтический маршрут продолжен. И вот новая точка на нем, открывает какие-то новые виды, какие-то новые пейзажи, которых мы еще не видели. Спасибо за внимание.